Вместо партнерства стало превалировать иждивенчество, которое со стороны киевских официальных властей подчас приобретало абсолютно бесцеремонный характер. Достаточно вспомнить перманентный шантаж в сфере энергетического транзита и банальное воровство газа. Добавлю, что в Киеве пытались использовать диалог с Россией как предлог для торга с Западом. Они шантажировали его сближением с Москвой, выбивая для себя преференции. Но в противном случае будет расти российское влияние на Украину. При этом украинские власти изначально, хочу это подчеркнуть, именно с первых шагов стали строить свою государственность на отрицании всего, что нас объединяет. Стремились исковеркать сознание, историческую память миллионов людей, целых поколений живущих на Украине. Неудивительно, что украинское общество столкнулось с ростом крайнего национализма, который быстро приобрел форму агрессивной русофобии и неонацизма. Отсюда и участие украинских националистов и неонацистов в бандах террористов на Северном Кавказе. Все громче звучащие территориальные претензии к России. Свою роль сыграли и внешние силы, которые с помощью разветвленной сети НКО и спецслужб выращивали на Украине свою клиентуру и продвигали ее представителей во власть. Важно понимать о том, что Украина, по сути, никогда не имела устойчивой традиции своей подлинной государственности. Продолжение следует... Продолжение следует...